Ураг нам шлют и слониху. Известно, что в войске Тимурленга были слоны и что в битве под Анкарой он пустил их в дело. Одного из этих слонов отправили на кормление в деревню, где жил Хаджа. Слон дочества истребил все пассивы, какие были в деревне. Тогда крестьяне, предводимые Хаджой, пошли жаловаться Тимурленгу. Однако из страха перед тираном сперва один, потом другой поотстали и когда Хаджа должен был идти к Тимурленгу, он увидел, что около него никого больше нет. Ах вы трусы, подумал Хаджа, ну уж я вам покажу, как меня обманывать. Тимурленг спросил у него, зачем он пожаловал и Хаджа объяснил. Ты определил к нам в деревню погостить одного из своих дворцовых слонов. Так вот, крестьяне, твои покорные рабы, прислали меня к тебе и просят принять от них благодарность за проявление милости. Только у бедняжки слона на чужбине нет товарища, который делил бы с ним одиночество, и от жалобных воплей его сердца наши обливаются кровью. Крестьяне прибыли сюда вместе со мной, однако не осмелились предстать перед твоей очи и ждут там, чтобы я возвестил им радостную весть. Если ты признаешь нас своими искренними преданными тебе подданными, наша признательность к тебе прибудет до страшного суда. Тимурленг очень обрадовался, пожаловал Хаджа Халат и осыпал его милостями и дарами, а крестьянам послал одну только благодарность на словах. И немедленно повелел Тимурленг, чтобы в деревню Хаджи отправлена была еще самка слона. Хаджа радует, что не только избавился от опасности, которая ему угрожала, а еще удостоился наград, вернулся к себе в деревню. Крестьяне обступили Хаджу и спрашивают, ну-ну, Хаджа, что ты нам принес? Мы ждем от тебя добрых вестей. Хаджа с гордостью, присущий людям, которые успешно выпутались из беды, воскликнул, ура, к нам шлют еще и слониху.